Продолжение следует... 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 что в настоящее время в активной разработке и на разных фазах, включая уже завершённые исследования второй фазы, находятся два препарата. Это ларотрептиниб, селективный ТРК-ингибитор, и энтрептиниб, как ингибитор не только ТРК, но и РОС-1 и АЛК, например. Больше данных в настоящее время существует по ларотрептинибу. И данные о первых 28 пациентах с инфантильной фибросаркомой, которые получали этот препарат, демонстрируют частоту объективных ответов на уровне 96%. Объединённая когорта пациентов с наличием различных перестроек, получавшая энтрептиниб, демонстрирует объективный ответ 86%. Это последние данные, которые были представлены на конгрессе АСКО. Но оба этих показателя в целом превышают эффективность стандартной химиотерапии, что требует обсуждения вместо этих препаратов в будущем. Если говорить о нашем опыте, то это 18 пациентов за период с 2012 по 2019 год. Типичный возраст, вы видите, 2,8 месяцев на момент постановки диагноза. Только у одного пациента диагноз был установлен в более зрелом возрасте с наличием отдалённых метастазов. И этот ребёнок в конечном итоге погиб, что, по-видимому, было связано с поздней диагностикой, поскольку симптомы появились в очень раннем возрасте. Перестойки генов НТРК при использовании, как правило, метода Фишбе и выявлены сопоставимым с опубликованными в 83% случаев. Ну и типичное распределение по зонам поражения, конечностей, головой, шеей, туловищем. Поэтому хотелось бы подчеркнуть частые ошибки морфологической диагностики при интерпретации гистологической картины в локальных лабораториях, включая такие казуистические примеры, как, например, постановка диагноза нейробластом. Если посмотреть на распределение по стадиям, то закономерно большинство пациентов, трактоваясь как больные с АРС-3, включая нерадикальные попытки, нерадикальных операций и биопсии, в нашем центре мы предпочтение отдавали биопсию, в одной ситуации была выполнена ампутация, это был выбор семьи с отказом от химиотерапии, в одной у пациента была установлена стадия АРС-2, но в последующем развился локальный лицидив, который был успешно излечен, и вы видите, что только в трёх случаях проводилось исключительно хирургическое лечение, включая секонд-лук операцию у пациента с АРС-3 и локализацию области головы и шеи. Большинство больных получали стандартную комбинацию инкристино-активной медицин, только в двух случаях у тяжёлых пациентов мы использовали дополнительно циклофосфамид, ну и у одного пациента в качестве второй линии терапии с целью отказа от секонд-лук операции использовался энтрокотеник в рамках программы расширенного доступа. Если посмотреть на секонд-лук операции, то интересным является то, что примерно равное соотношение между Р0 и Р1 резекциями, и, как вы увидите в дальнейшем, это не ухудшает прогноз у этих пациентов. В одном случае семья отказалась от дальнейшего лечения, пациент был потерян из стоподнаблюдения, но в последующем погиб, по имеющимся данным. Количество операции потребовалось только в двух случаях. В первом случае это инициально по решению семьи с поражением конечности. Второй случай – это тоже поражение конечности с началом химиотерапии, развитием массивного жизнеугрожающего кровотечения. Операция выполнялась по жизненным показаниям. Если посмотреть на результаты, как я уже упомянул, один ребёнок исключён из анализа, учитывая то, что мы не знаем точные даты событий, но тем не менее из пациентов с известным катамнозом 94% живы, показатели бессобытийной общей выживаемости сопоставимы, ну и погиб ребёнок с метастатической формой инфантильной фигуросаркомы до эры тирозинкиназных ингибиторов. Поэтому обратите внимание, что в этой группе достаточно длительный период наблюдения. Если говорить о опыте с использованием тирозинкиназ, то у одного пациента с парамингеальной локализацией, я не буду останавливаться на этом в деталях, но на наш взгляд были исчерпаны ресурсы применения стандартной химиотерапии, включая недостижение полного ответа и развитие венокризивной болезни печени, а также была возможна очень сложная резекция. Ребёнок проводил в течение 12 месяцев терапию инфрактинибом. Через 9 месяцев выполненная биопсия продемонстрировала тотальный патоморфоз, и в последующем, после суммарно 12 месяцев терапии инфрактинибом, это лечение было завершено и оставлено под наблюдением с длительностью 6 месяцев. Я не буду подробно останавливаться на различных методиках идентификации перестоек НТРК, но они представляются чрезвычайно важными, это должно начинаться с оценки экспрессии ПАН-НТРК, это могут быть в качестве скрининга исследования ФИШ, ну и, конечно, те методики секвенирования нового поколения, о которых уже подробно говорили. Средит отметить, что очень важным представляется то, что мы не должны ограничиваться только классической инфантильной фибросаркомой, когда говорим о необходимости выявления перестоек НТРК, и существуют различные в настоящее время алгоритмы, которые предлагают пошаговую инструкцию, в какой группе пациентов требуется проведение подобных исследований. Один из недавних, цитируем на этом слайде, вы видите, что обухоли такие, как инфантильная фибросаркома, при которых мы ожидаем высокую вероятность выявления этих изменений, по мнению авторов, требуют сразу выполнения секвенирования НТРК, а в других ситуациях это может быть связано с исключением других опухолей с типичными драйверными событиями и ограничением и выбором в качестве таргетной популяции для дополнительных обследований больных с таргетиноклеточными саркомами, с целым рядом паттернов, которые представлены на слайде, и в том числе опухолями с экспрессией CD34 и S100. Поэтому этот механизм, по-видимому, позволит увеличить выявление перестоек НТРК вне рамок диагнозов инфантильной фибросаркомы. В настоящее время предложен алгоритм выбора терапии, консенсусом экспертов, опять-таки первый автор Даниэль Орбах, и вы видите, что, например, ТРК-ингибиторы, по-видимому, могут обладать большей эффективностью при жизнеугрожающих состояниях и, очевидно, у пациентов с метастатическими формами заболевания. Если мы говорим о пациентах с нерезиктабельными опухолями, то здесь международные эксперты оставляют возможность или использования ТРК-ингибиторов, или стандартной комбинации ринкрестино-актиномицин. Пока в нашей практике мы действуем именно в рамках этого пути, и в случае отсутствия эффекта или предполагаемой калечащей операции детям могут назначаться ТРК-ингибиторы в качестве второй линии терапии. Обратите внимание, что в любой ситуации выполнение Р1-резекции рассматривается как критерий для завершения терапии, и мы отошли от практики, когда единичным больным назначали дивантную химиотерапию по той же схеме гинкрестино-актиномицин. В настоящее время после Р1-резекции больные остаются под наблюдением, и вы видите, что это не ухудшает результатов. Ну и один из вариантов, наверное, примеров, когда эта терапия может начаться в более ранние сроки, это ребёнок с 6 месяцев, с кистозно-солидным образованием, парамингиальной локализацией, интраканальным распространением, которое изначально трактовалось как возможное анализмальное костное киста, но после пересмотра гистологических препаратов у этого пациента был установлен диагноз инфантильной фибросаркомы без наличия отдалённых метастазов, но с очевидной нерезектабельной ситуацией. Была выявлена ядерная экспрессия пан-НТРК, что очень типично для опухолей с перистойками НТРК-3, и в последующем выявление химерного гена ТВ-6 НТРК-3, а также отсутствие значимого регресса на два цикла интенсивной химиотерапии, повлекли необходимость инициации терапии энтректенибом. В течение уже двух недель мы видим клиническое улучшение, которого не видели так и явно на терапии, на химиотерапии. Ну и в последний язык, у меня два буквально слайда, я хотел бы подчеркнуть, что ситуация усложняется тем, что Александр Евгеньевич подчёркивал, что мы говорим о эре молекулярной патологии, мы можем выявлять типичные транскрипты в нетипичном возрасте и у пациентов с нетипичными паттернами, например, НТРК-3 и ТВ-6 при опухолях, напоминающих воспалительную миофибробластическую опухоль и гастроинтестинальную астромальную опухоль. Мы можем выявлять в типичном возрасте нетипичные молекулярные маркёры, и это поднимает вопрос о том, как интерпретировать эти изменения. Очень хороший комментарий присутствует в цитируемой статье. Как мы должны поставить диагноз у ребёнка с ингалентным течением веретиноклеточной саркомы с химерным транскриптом, например, тропомиазин-3 и НТРК-1? Что это? Инфантильная фибросаркома? Возможно, да. Но является она типичной инфантильной фибросаркомой с тем агрессивным течением, которое мы привыкли видеть. Поэтому остаётся открытым вопрос о взаимосвязи классической гистологии и новых молекулярных аберраций. Это, конечно, вопрос, на который мы должны ответить в будущем, только путём совместной работы и сбора информации. Что это? Новые подтипы старых заболеваний или это отдельные нозологические формы? Ну и лучшее понимание клинико-эпидемиологических характеристик течения заболевания и вариантов лечения. Ну и в заключение я хотел бы сказать, что инфантильная фибросаркома – это редкая опухоль мягких тканей. Она однозначно требует референса гистологии и проведения молекулярных генетических исследований на современном уровне, особенно с учётом редкости патологии и, по-видимому, концентрации этих пациентов в крупных центрах, имеющих доступ к возможности назначения инновационных подходов. Стандартная комбинация инкристина и актиномицин рассматривается в качестве первой линии терапии высокоэффективно. Родина резерции допустима в этой ситуации и наши собственные данные подтверждают международный опыт, не ухудшает прогноз. Ну и, конечно, дополнительные исследования роли ТРК-ингибиторов и, возможно, постепенное увеличение количества пациентов, которые получают их всё более и более ранние фазы заболевания. Я хотел бы поблагодарить всех за внимание. Продолжение следует...